Единство спортивного духа и воля к победе. Победить не столько других, сколько себя. На старт дистанции в 4 километра 200 метров вышли желающие спортивно отметить первый день лета. Артем Власов только в этом году открыл для себя городские марафоны. Зеленый стал для него вторым по счету. Прошлый старт две недели назад только раззадорил интерес к массовым забегам, признается Артем. У меня есть цель по времени. Хочется ее осуществить. Сегодня очень жарко. Такую жару я еще не бегал. Хочу добежать и по времени уложиться. Я здесь, на втором забеге. Мне нравится. Очень классное мероприятие. Никогда не думал, что буду этим заниматься, но вот занимаюсь. В этом году в зеленом марафоне приняли участие почти 7 тысяч самарцев. Помимо спортивных дистанций, гостей развлекали музыкальные и танцевальные коллективы. Посетила мероприятие и глава города Елена Лапушкина. По словам в РИУ министра спорта Самарской области, здоровый и спортивный образ жизни – это современный тренд. За последние годы вообще беговое движение очень развелось, в том числе и благодаря современной инфраструктуре. Не только спортивной инфраструктуре, но и инфраструктуре для отдыха. Это и наши прекрасные набережные, которые везде появились. Ну и, наверное, пропаганде здорового образа жизни, потому что сейчас модно быть крепким, здоровым, увлекаться спортом. Во время зеленого марафона можно было не только приобщиться к спорту, но и принять участие в благотворительности. Помимо того, что люди помогают другим, они еще и сами себя внутри воспитывают. И это очень важно на самом деле. Поэтому сегодняшнее событие, оно вдвойне важно, приятно, активно. Зеленый марафон впервые прошел в 2012 году в поддержку Олимпиады в Сочи. И с тех пор стал хорошей ежегодной традицией. Галина Топилина, Николай Епифанов, События.